Здравствуйте, а в эфире тема дня. Сегодня мы поговорим о работе нового сервисного центра МВД. Где он работает, как он работает и какие услуги предоставляет, нам расскажет Владимир Гаранин, сотрудник регионального сервисного центра МВД Украины в Запорожской области. Здравствуйте. Давайте для начала, для тех, кто еще не знает, мы расскажем, что это за новый сервисный центр МВД. Жители города Запорожья, а также гости, могут уже окончательно забыть о МРЭЛ, так как в городе открылся новый современный сервисный центр МВД. Он находится, можно сказать, в центре города. Граждан обслуживают 10 квалифицированных операторов. Также в здании можно с комфортом подождать свои очереди, а также в сервисном центре работает детский уголок. Ну а комфортности нового сервисного центра мы выяснили. А чем он будет отличаться от МРЭЛ? Вот насколько было принципиально эти изменения? Это полностью прозрачный и современный двухэтажный сервисный центр с электронной очередью. Если раньше электронной очереди не было, все ждали в общей очереди, естественно, это людей немножко напрягало. То есть без очереди никто теперь не пройдет? Да, в электронной очереди. То есть человек приходит, нажимает ту операцию, с которой он пришел, то есть либо же замена водительского удостоверения, либо же перерегистрировать свой автомобиль. Дожидается своей очереди, его вызывает к оператору и работает уже с клиентом непосредственно один администратор. Не надо никуда бежать, не надо хватать бумаги. Что нужно сделать, это предоставить свой автомобиль для осмотра. Остальное все сделает оператор. То есть теперь стало комфортней эта услуга? Совершенно правильно. Чем еще отличается от МРЭО? Ну, во-первых, то, что сейчас удобной информационной системой, а также они оборудованы специальным планшетом для оценки качества обслуживания. Этого раньше не было. А кто будет контролировать? Это контролируется колл-центром, который находится в городе Киеве. Также, если, например, посетителям не понравится работа кого-то там из сотрудников сервисного центра, он, естественно, конечно, может пожаловаться на работу этого сотрудника. Естественно, уже от этого будет оцениваться работа самих сотрудников. Ну и, естественно, конечно, если сотрудники такие, можно сказать, на них будут часто поступать жалобы. Естественно, ну, таких... Сколько времени уже работает сервисный центр? Сервисный центр работает с 13 декабря этого года. Было открытие буквально 4 дня. Где он работает? Где он находится? Место расположения? Сервисный центр расположен в центре города, буквально в центре города, набережная Магистраль, улица Фортечная, 2В. Какие услуги, самое главное, там предоставляются, в этом сервисном центре? Сервисным центром предоставляются услуги. Это выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, выдача свидетельств о допуске водителей к перевозке опасным грузом. А также в сервисном центре можно сдать как теоретический, так и практический экзамен, чтобы потом получить водительское удостоверение. Я знаю, что в сервисном центре есть услуги платные, но есть и бесплатные. Вот за какие услуги не нужно платить? Одна из основных составляющих их реформу, это было в сервисных центрах, первое, что мы сделали в сервисных центрах, это убрали справку счет, которая в свое время достигала до 1200 гривен. Сейчас граждане для того, чтобы переоформить автомобиль, могут прийти в сервисный центр, естественно, в присутности операторам заключить электронный договор, который совершенно бесплатен, этим самым сэкономим свое время и свои деньги. А если говорить о других услугах оплатных, они не стали дороже? Совершенно нет. Гражданам нужно заплатить, если это замена водительского удостоверения, то есть заплатить за бланк водительского удостоверения. Если это перерегистрация транспортного средства, то именно за бланк свидетельства о регистрации и номерные знаки. А если говорить о сотрудниках сервисного центра, это набирался новый штат, либо это те же сотрудники из МРЭО? Здесь с гражданами работают квалифицированные сотрудники, более которые, более 30% из которых это новые специально подготовленные люди, которые пришли, прошли бесплатную программу стажировки, ну и также прошли определенный конкурс. 30%? А 70% оставшихся, кто эти люди? Ну, которые помогают новым сотрудникам в работе. Сервисный центр уже работает. С какими трудностями на данном этапе вы столкнулись? Ну, на данном этапе пока никаких трудностей нет, все работает налаженно. В принципе, отзывы о сервисном центре достаточно хорошие, оценка высокая. Если говорить о сотрудниках, вернуться к ним, то можно ли стать сотрудником сервисного центра? Как это сделать? Конечно, можно стать сотрудником сервисного центра. Вы можете послать электронную анкету на сайте главного сервисного центра МВД Украины в онлайн-режиме. Пройти стажировку, пройти практический этап, пройти конкурс и стать сотрудником сервисного центра. Ну, мы выяснили, как работают сервисные центры в городе. А есть ли сервисные центры или планируются в регионе? И что делает жителям региона? В сервисные центры в Запорожской области есть. Их всего пять. Два в городе Запорожье и пять в области. Один сервисный центр в городе Бердянске, в Токмаке, в Пологах, в Энергодаре. А если говорить об услугах, которые будут предоставляться онлайн, что это за услуги? Услуги, которые будут предоставляться онлайн, можно определить на два вида. Это базовые услуги и дополнительные. Базовые услуги – это те услуги, которые сейчас предоставляются в сервисных центрах. Их переведут в цифровую сеть. А вопросы логистики хотим передать курьерским службам. Таким образом, граждане смогут сделать замену удостоверения, свидетельство о регистрации транспортного средства, заказать справку о отсутствии судимости и получить в удобный для себя способ. Хотелось бы еще узнать о выписке о владении транспортным средством, которую можно получить на сайте МВД. Раньше этой услуги не существовало, однако теперь на официальном сайте главного сервисного центра МВД Украины можно получить выписку из единого государственного реестра о владении транспортными средствами. Сейчас, на данный момент, это не полная информация. Это информация, например, о марке автомобиля, модели, года выпуска, дате регистрации, об объеме двигателя, а также о потужности двигателя, если мы имеем в виду электромобиль. Потом информацию можно получить по ВИН автомобиля, то есть по номеру кузова автомобиля, и эта информация будет предоставляться, можно сказать, уже в большем объеме. Спасибо. Хотелось бы пожелать вам более продуктивной работы сервисного центра и только положительных отзывов. Спасибо. А я напоминаю, сегодня мы говорили о работе нового сервисного центра МВД. У нас в гостях был Владимир Гаранин, сотрудник регионального сервисного центра МВД Украины в Запорожской области.